МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Откуда деньги?" -"Удастся ли политикам погасить волну социального негодования, вызванную их миллиардными декларациями?" -"С днём рождения, полиция!" -"Чем могут похвастаться люди в погонах после года работы?" -"Улица зовёт!" -"Почему в Украине растут протестные настроения?" -"И кто уже грозит власти прийти с вилами?" -"Гонка вооружений!" -"Легко ли обзавестись стволом?" -"И сколько нелегального оружия держат в стронах украинцы?" -"Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Добрый вечер." -"Это была первая неделя после взрыва самой большой политической бомбы за последние годы." -"Забот электронные декларации добавили многим." -"Политики оправдываются, правоохранители думают, как разгребать эти завалы из роскоши." -"А журналисты и активисты подсчитывают, сколько миллиардов накопили чиновники и народные избранники." -"Счет пошел уже на десятки. У одних только депутатов на руках больше семи миллиардов гривен." -"Что говорили свое оправдание парламентские миллионеры?" -"И как работает депутатам теперь при таком пристальном внимании всего общества?" -"Воясняла моя коллега Екатерина Лысенко." -"Элитная вина, старинные книги, иконы, а еще квартиры, дома, машины и миллионы." -"Наличными и на банковских счетах." -"Такой пленарной недели в украинском парламенте еще не было." -"Отчеты об имуществе и доходах слуг народа стали топ-темой, которую теперь долго будут обсуждать журналисты и анализировать правоохранительные органы." -"Многие политики, откровенничая в декларациях, даже не предполагали, какое внимание к себе привлекают." -"Один из самых богатых в этом созыве молодой, но многолетний депутат Виталий Хамутынник." -"А в его декларации 30 компаний, аж 9 из них офшорные, дома на сотни квадратных метров, десятки брендовых часов, скульптуры, картины, оружие на счетах. Чуть больше 40 миллионов в гривне, 10 тоже миллионов в валюте, ну и 32 миллиона гривен налом." -"Хотя, как выглядят купюры, нардеп, похоже, подзабыл." -"А я никогда не беру свои гроши. У меня есть кредитная карта, мне этого достать." -"Дом, два участка, пять квартир и целый автопарк на 22 машины. Правда, все это принадлежит жене Божица главный парламентский фронтовик." -"Оправдание и объяснение. Вот и все, что можно было услышать в кулуарах от большинства народных избранников. Как-никак публичность обязывает." -"Я пришел из бизнеса. У меня деньги эти были задекларированы, когда я пришел, ну только стал депутатом." -"Джерело самонадходжения, готівка, яка в валюте. Я сдавала квартиру, яка мне зараз належит, яка я в декларації. Сдавала ее официйно, сплачувала все податки." -"Ти пісні, які задекларованы як авторське право, вони можуть приносити статки." -"Тобто, коли їх бере радиостанція, вона потім сплачує, власне це може бути джерелом для доходів." Некоторые прятали глаза, другие отвечали спокойно, третьи даже с гордостью. Многие старались побыстрее уйти от журналистов. Введено Кану, теперь будущее чуть ли не половина нардепов. Генпрокурор уже пообещал проверить всех, у кого налички больше 100 тысяч долларов. А таких в парламенте, как минимум, две сотни человек. -"То, що написали як готівка, насправді депутати ховають або на офшорних рахунках, або десь в банках, або навіть ці гроші немає, вони сподіваються десь їх потім взяти і таким чином легалізувати." -"Якщо скласти всі декларації депутатів, то не Міжнародний валютний фонд мусить кредитувати Україну, а депутати мусить кредитувати Міжнародний валютний фонд, тому що вони самі по собі надзаможні люди." Но, как говориться, не декларациями єдиними. Как-никак, пленарна неделя і сотні законопроектов у депутатів на рабочих столах. І серед них, то ли для отвлечення внимання, то ли уже просто по привички, все та жа скандальна спецконфіскація, очередну редакцію которой рассмотрел профільний комітет. -"Комітет прийняв для себе базове ключове рішення про те, що він виступає за конфіскацію незаконних грошей Януковича, які він вкрав українського народу, і за те, щоб ці гроші були передані до бюджету." Ті самі нафтопродукти, які Курченко нелегально отримав під свій контроль, вони зберігалися на певних нафтобазах. Пашинський та Тищенко спочатку реалізували через мережу заправок, яка належить Тищенку, а потім гроші поклали в банк самого Тищенка. І таким чином це в простонароді називається вкрасти награбоване. Тому після цього вже прецеденту немає довіри ні до самого Пашинського з Тищенком, ні до взагалі ідеї спецконфіскації." Закладається масштабне рейдерство, він дає право, якщо є політично неугодний владі громадянин, або бізнес-структура, або політик, або будь-хто, або чиновник, у нього без суду, без слідства конфісковується все майно. Продається, а потім, якщо там через 5-7 років суд встановить, що злочину не було, то вже і повертати людині немає ще. Впрочім, поки що фронтовіки, як ініціатори, іменно цієї редакції спецконфіскації, ресурс в залі для її принятия найти не змогли. Обходяться аутиматумами колегам по коалиції. І якщо раніше ці угрози звучали, хоч і громко, але все-таки неправдоподобно, то з приближенням голосування за бюджет во второму чтенні набирають существенный вес. Мол, не буде спецконфіскації, не буде і голосів Народного фронту за смету, а без бюджета під ударом окажуться і Кабмін, і коалиція. Коаліція вже свариться. Народний фронт шантажує уряди БПП за дружливий закон про спецконфіскацію, який ніяким чином не може набрати голосів у залі. В першу чергу через те, що колеги з БПП не дають цих голосів. Бюджет знову в парламенті. Після депутатських правок Кабмін відшлифував документ, добавив увеличену минимальну зарплату і вернув смету нардіпам. Рішення про підвищення заробітної плати до 3200 гривень є абсолютно збалансоване і не потребує жодних верстатів, друкування грошей і не призведе до будь-якого непланового розвитку інфляції в нашій країні. Але суми в проекці бюджета не впечатляють нардіпів також, як цифри в електронних декларациях. Часть народних избранників просто не верить в реалістичність доходів, інші кажуть, що повищення мінімалки просто не пройдуть через зал без повищення мінімальної пенсії. Експерти відмічають, що більшість за бюджет пока немає. Мол, слишком багато опасень. На жаль, наш бюджет негумовий. І ми не можемо його з 800 мільярдів гривень зробити тільки тому, що треба всі фракції щоб були задоволені. Наповнення бюджету ми вважаємо, що недостатньо зроблено для того, щоб з митниці потрапили в бюджет гроші. Друге питання це є, ми вважаємо, що в країні будується поліцейська держава і витрати на генеральну прокуратуру, на поліцію різко збільшились. Минімальна зарплата 3200, а пенсія минимальна 1300 гривень, дуже великий розрив і люди просто не мають на що жити. Я маю на увазі пенсіонери. А друге питання, що підняття мінімальних зарплат повинно з нашої точки зору супроводуватися з меншенням податкового навантаження на малий і середній бізнес, які будуть всі підняття практично виконувати. Потрясені деклараціями, розділені спецкофискацією і спорючі о бюджеті в орнамент собереться через неделю. С уровням доверия избирателя уже около нуля, но при этом с возрастаючей ценою кожного голоса і в ситуации, коли кабмину так нужны заветные 226 за новий бюджет. Екатерина Лысенко, Павел Лысенко. Подробності недели. Телеканал «Интер». Ще раз хочу напомнить, всього в системі електронних декларацій більше 130 тисяч документів. Эта система вообще може стати самой подробною в історії страни переписью богатств властимущих. Причем не тільки топових политиків і самих заметних чиновників. Среди тих тысяч большинство декларацій судей, прокуроров, чиновників містного уровня. Тех, кому внимання пока досталось намного менше, чем обитателям печерських холмов. А що в цій подводній части айсберга електронних декларацій? Оксана Григорьева продолжить тему. Чем дальше от политического олимпа, тем скромнее должно быть імущество і доходи. Це в теорії. В реальності же і на містах власть імущі знаходять способи хорошенько заработати. Журналисты одного із інтернет-издань подсчитали, що саме богатое в країні действительно народні депутати. А вот за ними в рейтинге – судьи, прокуроры, члены містних советів. По сравнению с ними, даже министры аж на девятому місті. Вот только несколько примеров. Экс-заместитель главы высшого хозяйственного суда Артур Емельянов носит часы за 68 тысяч гривен. Но с зарплатой в 226 тысяч в год. Судья влез в долги і занял у однофамілицей Емельяновой Светланы, по информации СМИ бывшей жены, аж 3 млн гривен. К тому же дома він хранить 2 млн 700 тис гривен. 180 тисяч доларів і 70 тисяч евро. А вот Юрий Чернобрывко із апелляціонного суда Луганской області. Квартира, дом і земля в оккупированному Луганскі. Кроме того, ще і квартира в Іспанії на 84 квадрата, купленная в 2015-м і записанная на жену. Вообще, покупка квартир і машин – цели, на которые многие чиновники расходують все свої средства, даже те, которых нет. Судья апелляціонного суда Черниговской області Ірина Литвиненко за год заработала чуть більше 250 тисяч гривен і получила 5 тисяч соцпомощи, як мать-одиночка. А квартиру в конце прошлого року приобрела почти за 800 тисяч гривен. От судей не відстають і прокурори. Простой одеський обвинитель Иван Коваленко с зарплатой всего в 90 тисяч в год смог приобрести новенький внедорожник «Вольво» за 700 тисяч гривен. У київского прокурора Никиты Ільина зарплата ще менше – 79 тисяч гривен. Но це не помешало йому самому себе подарити мільйон в національній валюте. К тому же под подушкой прокурор хранит ще 2 мільйона. У Ільина три квартири, 34 земельних участка на 15 гектаров в Києві і Київській області. А ще елітні часы, катер і машина за полмільйона. Супруга же ездит на Бентли. Не бедствует і бывший заміститель прокурора Київської області. Він же бриллиантовий корнієц, котрому грозит 12 років ареста з конфискації за вимогательство і подделку документів. Його жена Светлана тоже работает в прокуратурі. В своєй декларації указала і собственность мужа. Дом в 300 квадратів, 4 земельних участка, точний домик і Лексус. Де що там прокурорський Лексус? Вінка удалось положити в банк почти 900 тисяч доларів. А у начальника київської городської таможни Ігоря Піковського на счету 12 млн. в нацвалюте. Местные власти тоже в тренде. У градоначальника Бахмута коллекция оружия і часи минимум за 30 тисяч доларів. У мэра Запорож'я Владимира Буряка дорогих часов нет. Но он за год работы стал гривневым миллионером. Получил зарплату в 4 млн. и строит дом на 500 квадратів. Кэша еще больше. 7 млн. гривен і 12 тисяч доларів. Эксперты говорят, вполне вероятно, що засвечена в депутатських і министерських декларациях – лиш верхушка айсберга. В регіонах мільйонні доходи не показывають. Но у многотысячной армии провинциальных чиновников вполне может набраться сумма, превышающая задекларированная представителями первого ешелона власть имущих. А проверкой соответствия доходов образу жизни декларантов займется агентство по противодействию коррупции. И, похоже, работы у антикоррупционных ревизоров хватит на долгие месяцы, если не годы. Оксана Григорьева, Владимир Дедов. Подробности недели, телеканал Интер. Давно Украина не привлекала к себе столько внимания и на Западе. Причем разного внимания. Если западные СМИ в основном удивлялись и подшучивали над тем, что выдали о себе в электронных декларациях украинские политики, то официальные сообщения были даже с похвалой. Мол, это одна из важнейших реформ. И Госдеп США, и Евросоюз, и даже послы стран Большой Семерки в специальном общем заявлении, оно опубликовано на сайте посольства Японии в Украине, приветствовали запуск системы электронного декларирования и призвали украинскую власть к скорейшему переходу ко второму этапу, собственно, к проверке деклараций. Такое же заявление сделал и президент Украины. Главный его посыл. Эти декларации не нулевые. То есть ответственность должна быть не за следующие в сравнении с этими, а именно за эти. А то тих, кто зараз декларировал, приписали собі кеш вдома, думаючи, что это нулевая декларация, что это потом дозволит им уникнуть переверки. Но ключевая позиция, это первое, подвести риску того, что они делали 25 лет. И далее, обеспечить, пояснить, где ты голубе сизый взял эти деньги. Ну а сколько времени может занять эта проверка декларации? И есть ли для этого все возможности у агентства по предотвращению коррупции, которое и отвечает за всю систему электронного декларирования? Мы узнаем у Натальи Корчак, главы агентства. Наталья, я прошу вывести Наталью к нам на связь. Наталья, здравствуйте, спасибо, что согласились принять участие в эфире. Скажите, когда могут быть первые результаты проверок по тем декларациям, которые уже есть в системе? Ну не получится ли так, что вот все, что было нажито за 25 лет нашими политиками и чиновниками, проверять будут не меньший срок? Доброго вечера. Мы наибольшь зацикавлены в том, чтобы проверку декларации начать какнайшвидше. Мы не дарма так долго и болезненно воювали за эту систему. И поверьте мне, никто не верил, что эта система будет запущена. А мы как раз доказали, что маленькое агентство при отсутствии належного материально-технического безопасности, при отсутствии международных грантов в условиях критики запустило этот процесс. И поэтому мы не можем сходити с этого шляху. Когда же мова идет про саму переверку электронных деклараций, то сейчас очень много истинитов предметов разговора, вопрос о том, что существует порядок проведения переверки. Нещодавно, у четверг, мы провели круглый столик с зацикавленными профильными министерствами, представниками правоохранных органов, громадскими організациями. И запропонували свой проект порядка проведения переверки. Відповідно, мы узгодили все позиции, пропозиции этого привода. И надеюсь, на ближних заседаниях мы уже принесем этот проект на голосование. И, соответственно, заюстуем. Однако, независимо от того, чьи существует порядок проверки, мы уже сейчас проверяем информацию на предмет подания самой декларации. И это будет первой минутой складывания протоколей про административные правопорушения, что будет связано с неподанием декларации без поважных причин. Понятно. Наталья, я хотел бы уточнить, по каким принципам в агентстве будут выбирать декларации для проверки? Наталья, вы меня слышите? Пожалуйста, уточните, по каким принципам вы будете выбирать вот эти декларации? Документов много. И уже прозвучали такие мнения. Политики боятся того, что это, возможно, превратится в банальное сведение счетов. Нет. Это не будет изведение рассчитывания, потому что, по-перше, закон не проводит размножение. В первую очередь, декларации, кого, должны быть предметом проверки. Потому что все декларации, которые поданы в эту хвилю, поднягают обовязковой специальной проверке. Но, конечно, в первую очередь, мы будем сейчас проверять декларации на предмет их своячасность подачи. Далее, вернение из засобов массовой информации от выкривающих про то, что остатки посадовцев не соответствуют за декларированием данным у декларации. То есть, не соответствующая способа жизни. Мы будем враховывать также индивидуальные заявки, где будут выкладываться певные факты, которые связаны с доказовой базой невидовидности у декларации. Поэтому нам на первых этапах очень много работы, но мы начнем именно с тех деклараций, которые были поданы не своячаса. И мы имеем право сделать запросы соответствующим декларациям и установить им термин на протяжении 10 дней. Надать або пояснение, або соответствующую декларацию. Ответ понятен уже, Наталья. Спасибо. Скажите, многие говорят, что у вас не хватает технических средств для проверки деклараций. И вот даже директор антикоррупционного бюро Арчем Сытник заявлял, что предлагал вам не раз помощь в проверке деклараций, что готов был даже выделить там 10-15 человек. Что вы ответили ему на это? Ну, по-перше, зараз уже можно будет много говорить, что 10-15 человек я первый раз почула. Те, что нам допомога надается, это позволяет входить до базы данных регистров, которые имеют НАБУ. Это факт. Однако на сегодняшний день мы уже сами подключены до певных регистров. И еще мы с периметра НАБУ можем входить в базы данных только за допомогою их логиней и паролей. Наразі нам такие логиней и пароли не дают. Поэтому мы будем вести перемоги, так же, как мы проводим разговоры с Генпрокуратурой, чтобы наши сотрудники брали возможность участие в следствиях группах, связанных с обшуком примещений, тех декларантов, которые нас будут интересовать. Это как раз будет возможность зафиксировать данные и статки, которые существуют в середине примещения. Потому что я хочу еще раз обратить внимание, что Национальный агентство – это превентивный орган. Поэтому мы не владеем возможности проводить собственные оперативно-рошуковые действия. Но использовать возможности и потенциал правоохранительных органов – это залюбки. Спасибо, Наталья, за ответы. С нами на связи была Наталья Корчак, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Ну, а я хочу отметить, что уже началась настоящая конкуренция между правоохранительными органами, кто же будет проверять электронные декларации. Кроме Антикоррупционного бюро, к агентству по противодействию коррупции уже хочет присоединиться и Генпрокуратура. Вполне возможно, интерес проявит и МВД. Там редко упускают темы, на которых легко производить громкие новости. Ну, вот, впрочем, от одной из таких тем им все же пришлось отказаться. Первый год Национальной полиции отмечать не будут. Несколько часов назад появились новости об отмене официальных торжеств по случаю первой годовщины деятельности полиции. Сначала анонсировали масштабное мероприятие на Софийской площади в Киеве. Теперь без объяснения причин от него отказались. Возможно, просто праздновать нечего. Да, и недовольных реформой полиции на площади могло бы оказаться намного больше, чем те, кто хвалил бы и министра, и полицейских чинов. Так с какими же успехами подошли к первой годовщине? Елена Митясова анализировала. Грабежи, разбойные нападения, стрельба на улицах, новостные ленты пестрят заголовками. Эксперты, политики, да и сами полицейские говорят, криминал распоясался. За последние годы количество преступлений выросло в разы. И чем обернется дорога домой с работы, сегодня не знает никто из украинцев. Вслед за новыми патрульными с модельной внешностью, голливудской улыбкой и костюмчиком, точь-точь, как у американских копов, дали старт и новой полиции. Вместо коррумпированных и неэффективных милиционеров должны были появиться совсем другие люди. Одно дело, одев форму, где-то там себя ощутить очень бравым и сильным перед собственным изображением в зеркале, а другое дело, выйти ночью на тропу, когда перед тобой будет стоять до зубов вооруженный преступник. Вместо победных отчетов, как снег на голову, посыпались жалобы. Реформаторы оправдываются, мол, реформа буксует по причинам от них независящим. Недостаточное финансирование, внезапная вольница преступников, освободившихся по закону Савченко, да еще и конфликт на Донбассе масло в огонь подливает. За это время даже патрульные успели подмочить свою репутацию. Подготовка у них, мягко говоря, слабая. И выходит, одни так плохо обучены, что сами нуждаются в защите, а другие ведут себя так агрессивно, что защищаться приходится от них. Не трогайте, дедуся. Не трогайте. Что это за полиция? Мы вас попоряджали. Спокойно. Что вы делаете? В интернете на реформированную полицию гигабайты и компромата. Как вам такое наказание водителя целым отделом? Один бьет лежачего дубинкой, а другие смотрят. Но если с простыми гражданами правоохранители эмоций не сдерживают... Я не вижу посвечения. Я не вижу посвечения. Тупорилый ты. ...то с мажорами более деликатны. На нарушения закрывают глаза и просто отпускают. Мажоров в Николаеве можно делать все, что угодно, да? Тип с плеткой. Стреляет с кипарой. Садится в свой мрзец и уезжает на своей машине. Да, да. Как это так? В той же Николаевской области проблемы с полицией выросли до масштаба второй в Радиевке. Сотрудники райотдела в Кривом озере зверско избили закованного в наручники местного жителя. А после этого хладнокромно застрелили. Трагедия в Кривом озере вызвала переполох в рядах высшего руководства правоохранительных органов. А люди штурмом взяли райотдел. И несмотря на всеукраинский резонанс, приговора полицейским убийцам до сих пор нет. А двое из обвиняемых на днях купили себе свободу. Вышли под залог. Тойота Приус патрульной полиции выезжала с улицы Свято-Миколаевска, где мы находимся, на данном перехресте. Автомобиль Ланос также выехал для переезда головной дороги. Историю с Сергеем нарочно не придумаешь. Он бывший сотрудник ГАИ, 15 лет проработал в Борисполе. Несколько месяцев назад снял на телефон ДТП, спровоцированное патрульным авто. Выложил в интернет, а дальше как в боевике. Полицейские затаили злобу. Позже, заметив его у магазина, остановили. Силой привезли в райотдел, мол, пьяный был. Полицейский накинулся назад на меня, сдавившись шею, и повалили меня на пол, пока я не потерял свидетельство. Из райотдела его увезла скорая. Сотрясение мозга, травма позвоночника. В больнице Сергей провел больше двух недель. Прокуратура возбудила уголовное дело, но службу горе правоохранителей несут до сих пор. И сколько еще таких историй за 9 месяцев? И это официальные данные нацполиции. Против КОПов открыто почти тысяча производств. Их работа и опасна, и трудна, и скрыта от посторонних глаз. Участковые, следователи, такие сотрудники и раньше были в дефиците, а сейчас после аттестации с ними и вовсе беда, говорят эксперты. На столе практически каждого рядового следователя, в каждом райотделе, от 150 до 200, 250 дел лежит. Ну, мы прекрасно понимаем, что это просто не по силу. Раскрываемость, скажем, по квартирным кражам, по некоторым регионам даже Киевской области ниже 5%. То есть, о чем мы можем говорить вообще? Дефицит правоохранителей около 20 тысяч человек. Это порядка 15%. Пару месяцев назад мы с женой после работы возвращались домой. Вот как с вами поднимались в нашей квартире, жена вставила ключ в замок и вытащила его вместе с замком. Дальше приезд полиции и полное разочарование, говорит Михаил. Когда они тоже увидели, что замок сломан, должна приехать следственная оперативная группа. Но полиция должна была охранять, потому что злоумышленник мог быть в квартире. Но полиция не осталась со мной, она спустилась вниз и ждала уже следственную оперативную группу под подъездом. Из квартиры Михаила воры унесли деньги и ювелирные украшения. Спустя два месяца следствие не продвинулось ни на шаг. Более того, дело, говорит пострадавший, передают уже третьему по счету следователю. Преступники держат в страхе жителей этого городка. Убийства, грабежи, воровство здесь, в Купенске, под Харьковом, происходит чуть ли не каждый день. Люди уже не выдерживают, идут в райотдел на разговор с начальником полиции. Но озвученная им статистика просто шокирует. И такая ситуация не только в регионах. Даже самые громкие преступления, о которых говорят и политики, и международные организации, такие как убийство журналистов Павла Шеремета и Леся Бузины, остаются нераскрытыми. Что уж говорить о преступлениях против обычных людей. Чтобы вырастить сотрудника хорошего противника, это нужно пройти 5 лет. А сейчас что? Все пришли в одинаковую подготовку. Потому что нет школы, нет такой, знаете, кистяка полиции. Список из тысячи бед украинской нацполиции пополнила еще одна. С руководящими должностями стало совсем худо. Как пример, Черкасская область. Активисты захватили здесь здание властной полиции. Новоназначенному начальнику сначала пришлось скрываться от недовольных его кандидатурой, а потом его серетироваться. Его репутация настолько подмочена за годы службы старой милиции, что одно появление на публике детонирует общественный протест. Эксперты предупреждают, если второй год реформы будет таким же, как первый, начальникам из высоких кабинетов на местах придется прятаться от активистов уже в столице. Елена Митясова, Павлина Василенко, Василий Миновчаков, Сергей Килимник и Максим Чеблин. Подробности недели в телеканал Интер. Обсудим тему с Сергеем Мищенко, народным депутатом, членом комитета по правовой политике и правосудию. Он гость студии. Подробности недели. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. И Анна Эймаля, родной из самых известных украинских юристов-криминологов. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что присоединились к нам. Сергей, как вы оцениваете первый год национальной полиции? Ожидали вы именно такого года или все-таки других результатов? Ну, по-перше, треба рахувати не один рік, а уже два роки, як у нас ідея реформування правоохоронної системи. І хто говорить про рік, це неправда. Тому що уже на посаді міністра внутрішніх справ більше двох років знаходиться міністр. Тому не можна говорити про те, що це такий рік. Зрозуміло, що вони не мають чого святкувати. І головне для людей не гарні машини, не гарні форма гарна. Головне – результат. Щоб злочинців ловили, щоб вони могли самі виходити ввечері на вулиці, чи в день, і дітей відпускати. І не боялися цього. Але то, що зараз ріст злочинності, якщо ви знаєте останню статистику за 8 місяців, вона зросла майже на 27% з рівнянням з минулим роком. А з 2014 років на 35% тяжких злочинів вдвічі. Тобто, розумієте, святкувати нема чого. І тому я розумію зараз правоохоронців, що вони відмінили це святкування, тому що це буде така перша перемога. При цьому не пояснює причину. Да, не пояснює чому це. Давайте пообщаємось з Анной. Анна, поділитесь і вашим мненням, яка ваша оцінка цієї годовщини сьогоднішній. І не согласны ли ви з тими експертами, які кажуть, що дуже багато людей, які були причастні к корупції в МВД, в цій системі і залишились. І цим об'яснює цей провал цієї реформи. Ви абсолютно праві, тому що, по суті, звільнено було лише 8% того кадрового складу поліції, який працював за попередньої влади, по суті, злочинної, через яку, власне, і трапилась революція. І, відповідно, сьогодні реформу реалізовують ті люди, які раніше працювали без цієї реформи, по старінки, за гроші корумповані були, насильство, яке було в поліції, воно залишається. Разом з тим, я хочу нагадати, що основними причинами росту злочинності зараз в Україні є економічна і політична криза. І от вже поліція до цих двох криз не причетна. Поліція, по суті, бореться з наслідками, а причину злочинності генерують в кабінетах не поліцейських, а в кабінеті президента, в кабінетах Кабміну і у Верховній Раді. Тому вони перші повинні почати протидіяти злочинності, а вже другими за ними вступає поліція. Разом з тим, я з вами погоджуюся, що немає чого святкувати, тому що навіть ту ділянку роботи, яку повинна виконувати поліція, вона, по суті, на сьогодні не виконала. І це теж має своє пояснення. Тому що коли відбувається реформа, владна вертикаль структури, яка реформується, ослаблюється. Тому що одних замінюють на інших. Ті, що прийшли нові, вони ще не вміють нормально працювати, навіть користуватися своїми власними правами, які є у поліцейських. Тому на сьогодні ми маємо крім політичного економічного... Тому, якщо ми говоримо, що дуже мало нових людей прийшло, я так розумію, в основному регіонах, отут визникає дуже цікавий момент, ведь начальники, наприклад, обласних управлінь поліції ще є декларуванням не займалися. Цікаво, коли вони подадуть свої декларації, не ахнемо ли ми, побачив, що їх доходи, мабуть, і теневі бізнеси превосходять доходи наших політиків. Як ви вважаєте? Це, по-перше, я думаю, що теж буде дуже цікаво подивитися на їхні декларації, бо це ті люди, які працювали і за Януковича, і за Кучми. І я хочу нагадати всім нашим глядачам, що не глава Нацполіції призначає своїх заступників і очільників регіональних осередків поліції, а призначає їх міністр за законом про Нацполіцію. Тому абсолютно кадрова відповідальність за це полягає сьогодні на міністрі внутрішніх справ. Добре, Алла, дякую. Оставайтесь ще поки з нами. Сергій, а от ви вірите, що в следующий год МВД, поліції вдасться показати якісь результати, або все-таки при нинішньому руководстві це невозможно? Я вважаю, що любу реформу повинен робити професіонал. В першу чергу професіонал, а не політик. На жаль, ключові, в тому числі і правоохоронні ділянки, віддали політикам, політичним силам при формуванні тої ж самої коаліції. Як розмінна монета у нас зараз МВС, яка в принципі, і відставка сьогодні міністра, говорить про те, що буде ця відставка, то не буде коаліції. Тому що таким чином, крім того, що шантажують зараз питання спецконфіскації, як це було в попередньому сюжеті, так і відставкою міністра. Бо всі розуміють, і наверху розуміють, і в Верховній Раді розуміють, що не може людина-бізнесмен, минулому бізнесмен, займатися правоохоронною системою. І стільки ж скандалів було з цим міністром, стільки скандалів було в пресі відносно різних корупційних складовів, відносно нього, та й в поліції. Я згоджуюсь з нашим експертом, тому що, так, ті, які були при всіх владах і змогли заплатити гроші, залишитися при цій владі, вони залишилися. Але багато спеціалістів середньої ланки, в першу чергу кримінальної поліції, яка розшокує злочинчих, чи слідчих гарних, які не могли можливості заплатити і залишитися, і просто вигнали. А нових не взяли. І тому, скільки б грошей не давали зараз міністерству, їх просто будуть красти. Бо не гроші, в першу чергу, роблять оці всі реформи, а люди. Ну, в общем-то, провалы є. Їх надо як-то объяснять. І похоже, що в МВД ростпреступності, провал, реформ і поліція тепер будуть объяснять тільки однім – нехваткій полномочий. Сначала говорили, що виноват закон Савченко, з-за которого на свободі досрочно оказались тысячи преступників, нескільки сотен із которых совершили нові преступления. Затем появилось ще одне объяснення. Тепер були виноваты переселенці з Донбаса. Ані, мол, провоцірують ростпреступності в інших регіонах країни. І так, на що ж рассчитывают в МВД? В распоряженні одного із самих уважаємих українських ізданьів «Зеркало недели» появился документ, в котором описаны 14 законодательних новаций. Це і є та самая презумпція правоти полицейських, которую стільки критиковали. Але вот так прямо її в МВД называти вже не готово. Все-таки негативний резонанс був слишком большим. Все завуалировано в поправках к трем нормативним актам. Кодексу об административних нарушениях, к закону о національній поліції і к закону о дорожному движению. Нейтральних или полезних предложений немного. Наприклад, усилення відповідності за оставлення міста ДТП і за прет водителю выходити з машини в случае остановки полицейськими. А вот предложений, які вже напугали і політиків, і експертів, предостаточно. Це і увеличення сроків задержання за административне правонарушення, отмена нормы о необхідність присуття двох свидетелей при проведенні полицейським алкотеста для водителя, доповнительне основання для остановки транспортних средств. Полицейські по замислу МВД должны получить право обращаться к людям з обязательними для исполнення требованиями і розпорядженнями. Т.е. підчиняйся, а потім обжалуй. Сергій, скажіть, ви вже знакомі з цим матеріалом «Зеркало неділи» і предложеннями МВД? Як ви їх оцінюєте? І от мене інтересує, є шанс пройти у цих актів через парламент? На сьогоднішній день в Верховній Раді немає цих законопроєктів. Це тільки бажання Міністерства направити через урядовий законопроєкт ці зміни. Але давайте ми запитаємо, чи зараз в поліції мало повноважень? Чи на сьогоднішній день не може поліцейський теж саме застосувати зброю, якщо навіть людина підійде там без команди на один сантиметр до нього? Він може і так застосувати зброю. Чи у нас за те, що людина вбиває іншу людину, у нас буде зменшення покарання, але злочин за вбивство вдвірничі... О, Сергій, дивіться, ви можете потім відповідати депутати за провал реформи МВД. Ви провалюєте ці голосування, а на вас потім скажу, що ви повномочень не дали... Ви знаєте, зараз і так буде вже багато повноважень. По-перше, треба вивчити те, що є, і те, що позитивно, це запровадиться. Але неможливо вже підвищувати до такого рівня, що це вже будуть порушення прав людини. Я можу вам сказати один приклад, до чого ведуть ці реформи, в тому числі ця правоохоронна реформа. От у мене зараз є на замовлення уряду Канади останнє соціологічне дослідження. Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні. От тут дуже серйозна відповідь, яка люди дали на питання, що треба робити, щоб правильно рухалася країна в напрямку. І от 16% людей сказали, що якщо буде засуджено і ув'язнено знакового представника попереднього режиму. А 32% два рази більше сказали, буде засуджено і ув'язнено знакового представника нинішньої влади. Оце результат реформ, що захочуть сьогоднішніх садити, а не минулих. Анна, а скажіть, як вам це завуаліроване повернення до цієї формулі «подчиняйся, а потім обжалуй»? Ну і ваше мнение, чого все-таки не вистачає нашим правоохоронителям? Полномочий или желание работать и действительно реформировать что-то в своей системе? Законом про національну поліцію справді передбачені дуже широкі повноваження поліцейських. І такий закон навмисно прописувався під нинішню реформу для того, щоб поліцейських нічого не стримувало у виконанні їхніх обов'язків. Вони справді мають право застосовувати зброю вогнепальною. Я хочу нагадати, що вони мають право застосовувати зброю, а просто населення України не має такого права. Тому ми вже в неврівних умовах по відношенню до поліцейських. І, власне, розширювати з одного боку так після ситуації в Дніпрі, можна сказати, що наші поліцейські не захищені. Разом з тим, давайте згадаємо, скільки позовів до судів в Україні щодо застосування поліцейськими примусу і насильства до людей. Знаєте, чим ці справи завершуються? Один або іноді два відсотки завершуються на користь побитої, іноді покалічної людини. Найчастіше суд стає на бік поліції. Це така практика в Україні. І я побоююсь, що якщо буде діяти норма, спочатку ти виконує розпорядження поліцейського, а потім ми скаржує, я боюсь, що ми не отримаємо рішення судів, за якими хоч колись поліцейський буде неправий. І це, по суті, підстава для завживання поліцейськими своїми правами. Вони знають, що за їхніми спинами буде стояти суд. А за нашими спинами, на жаль, судячи з рівня довіри до судів, за нашими спинами вони поки що не стоять. Ана, спасибо вам за участие в програмі, за ці ответи. Це була Анна Малер, юрист-кримінолог. Сергій, ми з вами ще не прощаємся, тому що ми повинні обсудимося ще один аспект росту пріступності. Це увеличення числа пріступлений з примененням оружія. Практично нет новостей о тому, як правоохранители з цим борються. Ну, разве що, злучайно у них це виходить. І відео, доходить до смішного. Сначала правоохранители отчитываються о громком успіхі, як це було нескільки днів назад. Говорили, що під Києвом обнаружили склад з боєприпасами і навіть бронетранспортерам. Потім оказалось, що це були всього лише макети. Так чому ж в Україні так багато оружія? І можна ли списувати це тільки на війну? Вияснял Ярослав Кречко. Огнестріл в ресторане. Звернула ваша директора. Взрывчатка в ночному клубі. Гранатомет в общественному транспорту. Сводки о погибших і раненых. Кажеться, мирні городи переполнені оружіем. Під 5 мільйонів вже в Україні на логальних створів є. Количество стволів на чорному ринку тільки за год выросло на полмільйона. Организований конвейер, який має свої канали, свої источники і свої ринки збито. Інтернет забит объявлями і 2 снаряди часів великої війни. В октябрі в Київській області здали 204 ствола. Це складно назвати боротьбою з нелегальним оружіем. Несуть в поліцію в основному то, на що потім змогут оформити розрішення і забрати обратно. Рассказываємо о нашому інтернет-експерименті. Поліція уверяє, онлайн-продавців вони висловують теж. Із 4 інтернет-продавців на наш запрос откликнувся один. Автомати пропонують по ціне от 6 900 гривень. Возможність доставки по почте, передача маршрутки, поїздом і організація тайника. Причем сразу в нескольких областях. На вопрос к експертам. Откуда в Україні стільки оружія? Ответ один. Война все списывает. По 10-15 автоматів з каждой части, яка має батальйон на передовій, списати в ході обстріла. Штаб сектора или штаб АТО подає объєдненнюю ведомість і в результаті цифра вирісовується в 100, в 200, в 500 единиц стрелкового вооруження. І там можуть бути не тільки автоматів. Це може собиратися партия місяць, два, три. Готовиться крупна партия, а потім формирується, допустим, один конвой в составі фури, і ця машина вивозить оттуда через протори, по протореному маршруту. І якщо в перший год війни оружіе вивозили всі, кому не лень, то сейчас появилось няке подобіе системи, а регулярні отчёти силовіков об'яз'яті і боєприпасів – капля в морі. Це вилучають в тих, хто працює не системно, повірте. Тобто ті бовдори, які вирішили, що вони можуть самостійно продавати гранатомети і гранати, кулемети і автомати, не узгоджуючи це, їх і затримують. А весь обсяг іде і контролюється. Ціни на українському чорному ринку упали достаточно давно, но прибыль продавців не падає. Спрос вирос. Легалізувати питання придбання населенням зброю офіційно-законне, тоді потреба відпаде від нелегальному придбання цієї зброї. На самом діде, у життя часу українців на руках нескільки міліонів легальних стволів. У кого-то просто дедушкіна ж'є на червіки валяється, а хто-то целенаправліно займається стрільбою едва ли не кожні виходні. Провіряємо оружі, закриваємо затвор. Все п'ятеро в оружійному делі – новички. Як і у сотень тисяч других українців, їх мотивація – самозащита. К черним продавцам решили не обращаться, а купили то, що позволяє закон. Для дому желати не маєте какое-то оружіе защиту семьи, жилья. Коли система показала, що кожен хвилин охоронитися сам, коли був параліч системи правоохранительной, коли люди, особенно в частних домах, вони поняли, що якщо вони позвонять в міліцю, грубо говоря, то к ним ніхто не приєдет, либо приєдуть через дуже довгое время. Поэтому все себе купили оружію. На оформлення документів для покупки ружі уходить около місяця. Автомат наш інтернет-продавец пообіщав заложити в тайник в течении суток. Осталось только перевезти деньги. Хотя, вполне вероятно, не все так просто. Есть определенная организация, которая этим занимается, подпольная, конечно же. Но інтернет, я більше чем уверен, що якщо б ви пошли дальше, то ви б встретились с сотрудниками правоохранительних или силовых ведомств. Закон ми не приступили, но сколько українців ради пистолета или автомата на черный день это уже сделали. И главный вопрос, способны ли правоохранительные органы пресечь нелегальную торговлю оружием или у силовиков на этом рынке свой интерес. Ярослав Кричко, Вячеслав Фролов, Юрий Романюк, и Наталья Неделько. Подробности недели в телеканал Интер. Ну вот такая ситуация, Сергей. Скажите, по вашей оценке, даже с учетом войны на востоке Украины, можно ли, например, за счет повышения квалификации правоохранителей, или их специальной подготовки все-таки улучшить ситуацию с нелегальным распространением оружия в стране? Ну, по-перше, сегодня, по різным оценкам экспертів, десь приблизно 5 миллионов одиниц зброи на руках у украинцев. Хватило бы, наверное, на каждую семью. Про это заявил глава Ассоциации властников оружия Украины. И тому это очень огромная проблема с этим проблемой, в том числе, и должно бороться Министерство внутренних справ и полиция. Потому что вы правы, когда говорите про то, что кроме увеличения тяжких злочиней в первую очередь, за рахунок оружия на руках, то воно деколька разів выросло из-за этого. И тот, кто мне каже, что легализовать их можно позволить ее узаконить. Многие эксперты и политики тоже говорят, что легализуем и успокоим. Но как злочин делать с легальной оружием? Большинство тримают это всегда прийти и сказать, что я буду после этого злочин делать. Поэтому большинство этого оружия используется злочинцами и будет использоваться для того, чтобы продавать его на черных рынках. Потому что легальную оружие вы не сможете продавать, потому что это бизнес, как и наркотики. И этим точно ничего не решить. Питание в том, что у нас риз пришло сами выходите на улицу вечером в первую очередь и детей своих отпускать. Потому что, знаете, что сейчас в центре Киева взрывают, стреляют и в других областных, и маленьких местах Украины. Поэтому, я считаю, пока не будет у нас системы вылучения, изнешкоджения и покарания этих злочинцев, ничего легализации не даст. Спасибо. Сергей Мищенко, член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия и правовой политики, был нашим гостем. Ну, а я продолжу. Кроме новых полномочий, правоохранители рассчитывают еще и на новое финансирование. Одно только МВД при подготовке проекта бюджета требовало от Министерства финансов аж 26 миллиардов гривен. Это на 12,5 миллиардов больше, чем в 2016-м. Подготовленный к админам уже ко второму чтению проект бюджета на этой неделе оказался среди главных тем. Там уже новый уровень минимальной зарплаты в 3200 гривен и измененные под него основные параметры документа, включая и более чем 30 миллиардов гривен, которые, по словам министров, придется потратить на новую минималку. Но остались в нем и старые проблемы. Одна из самых серьезных. Так спецконфискация, доходы от которой так и не собраны в этом году и предусмотрены еще на год следующий. А это 10,5 миллиардов гривен. Не может найти коалиция согласия и еще по одному принципиальному вопросу, связанному с бюджетом. Кабмин обещает не поднимать пенсионный возраст, но при этом не отказывается от своего обещания МВФ радикально реформировать украинскую пенсионную систему. А вот в фонде как раз рассчитывают на совсем другие сроки выхода на пенсию для украинцев. Как эти противоречивые намерения и обязательства украинских политиков будут сочетаться друг с другом? И все-таки повысят ли еще и минимальную пенсию вслед за минимальной зарплатой? Все это обсудим уже после короткой рекламы. Очень скоро вернемся. Улица зовет. Почему в Украине растут протестные настроения? И кто уже грозит власти прийти с вилами? Догнать зарплаты? Правительство обещает повысить выплаты пенсионерам. Как долго им ждать обещанного и на сколько рассчитывать? Последний рывок. Клинтон и Трамп идут ноздря в ноздрю. С какие удары готовят друг другу к финальной схватке? Это подробности недели. Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Как я вам и обещал, в этом часе поговорим о деньгах. В частности, ваших зарплатах и пенсиях. Кабмин все же взял курс на 3200. Размер такой минимальной зарплаты прописан в проекте бюджета, который передан в Раду уже для второго чтения. Чтобы платить эти 3200 гривен, государству понадобится 30 миллиардов гривен. Отдельный праздник. На улице врачей и учителей. Что им обещают министры и хватит ли средств на эту невиданную щедрость, считал Егор Логинов. Ольга Чернышенко библиотекарь из Днепра. Я знаю ребенка, одна воспитываю. То есть он ходит в младшую школу. Но все равно в школу тоже надо какие-то средства и на питание. И естественно хочет и в театр сходить с классом. Не дай бог, ребенок заболел. То есть это минимум 300 гривен на лекарства. Из громадной армии таких же, как Ольга Малоимущих, Кабмин решил осчастливить тех, кто на грани выживания. Премьер Владимир Гройсман улучшение благосостояния украинцев назвал одним из главных приоритетов работы правительства. Это первый шаг бороться с бедностью. Потому что люди, которые живут в стране и получают минимальную заработную плату на уровне 1600 гривен, при том, что минимальный кошек 3200, покинут на позволящее. Если уж бороться с бедностью, то с размахом. Независимо от повышения минималки, Кабмин решил поднять зарплаты врачам и учителям. Заработная плата учителя в высшей категории становится от 5266 гривен до 6841 гривен. Учителя без категории от 3960 до 4853 гривен. То есть заработная плата будет выше в 1,5-2 разы. Где возьмут деньги на такое повышение, а это несколько десятков миллиардов в год, в Кабмине отвечают расплывчато. Но уверяют, волноваться не о чем. Эксперты же к таким обещаниям относятся скептически и утверждают, повышение минималки таит немало подводных камней. Главное – это удар по среднему и малому бизнесу. Правительство, конечно, рассчитывает на то, что этот минимум заработной платы в небюджетной сфере будет оплачен бизнесом. В состоянии ли бизнес потратить 27 миллиардов на налоги, плюс примерно около 80 миллиардов гривен на повышение минимальной заработной платы – это большой вопрос. Крупный бизнес, да, он все-таки будет платить зарплату, повысит минималку. Средний, малый просто перейдет тень еще более активно. Людей будет официально увольнять, нужно вообще ничего не платить, ну и будет платить конвертик. Расходы на минимальную заработную плату для собственных сотрудников предприниматели включат в стоимость товаров, говорят экономисты. Цены вырастут, и в первую очередь это коснется пожилых украинцев. Ведь сопоставимое повышение пенсий в Кабмине пока не обещают. На следующий год пенсионный фонд и так у нас дефицитен минус 156 миллиардов гривен. Поэтому дополнительные поступления в пенсионный фонд, которые оцениваются от этих мероприятий на уровне 9 миллиардов гривен, они, конечно, не спасут пенсионный фонд. Профсоюзах уже бьют в набат. Там ожидают серьезный рост безработицы. И нас уже проинформовали работодавцы, что будет скорочение рабочих мест. Частина организаций, которые работают сегодня в Белую, они будут работать, пойдут в тень и вымышлены будут перевезти наших работников. Артур Убабенко, 27. Молодой учитель истории переехал в Киев из Мелитополя. В двушки, где он снимает комнату, еще два постояльца. Преподает сразу в двух школах и учится в аспирантуре. Со всеми надбавками в месяц набегает максимум 4 тысячи. И этого едва хватает на жизнь в столице. Останется ли Артур в профессии после повышения оклада, над этим чиновники едва ли задумываются. Ну и в самом госсекторе шикуют далеко не все. Служащие второго эшелона размахнуться могут в диапазоне от 3 до 4 тысяч гривен. Специалист Соломинского ЗАГСа это 3 тысячи гривен. Главный бухгалтер в Днепре одной из госструктур это 5 тысяч гривен. А рядовой сотрудник 2 тысячи гривен. И в свете этого зарплата дворников в Борисполе на 2,700 кажется не такой уже и страшной. Проблему бедности в Украине одним повышением минималки не решить, говорят эксперты. Страна нуждается в серьезных реформах. С опаской к такому шагу украинского правительства относится даже отец польского экономического чуда Лешик Бальцирович. Член группы стратегических советников в Украине считает, перед тем как принимать решение о повышении минимальной заработной платы, нужно было просчитать все риски. В частной фирме если нет анализ, а есть решение, тогда было бы банкротство. Очень важно конечно, чтобы уровень жизни особенно бедных людей повышался. Но он не повышается от таких мер, он повышается от ускорения экономического роста. Бальцирович утверждает, сейчас уровень жизни в Польше в три раза выше, чем в Украине. И дает рецепт. Но как крепче будет экономический рост, будет зависеть прежде всего от темпов приватизации, которых нет пока. От дерегуляции, которые надо ускорить, от демонополизации, которые надо ускорить, от стабильности по бюджету, а не от таких шагов. И надо, чтобы было давление на реформы, а не на популизм. В том, что Украина повторит успех западного соседа, нет уверенности уже и у самих реформаторов. Ну а пока власть ищет выход из ситуации, миллионы украинцев каждый день ищут ответ на другой вопрос. Как дожить до зарплаты? Пусть и повышенной, но до сих пор одной из самых низких в Европе. Егор Логинов, Павлина Василенко, Елена Миндалюк, Владимир Дедов и Андрей Кузнецов. Подробности недели, телеканал Интер. Посчитаем деньги государственные с Ольгой Крентовской, первым заместителем министра социальной политики Украины. Ольга, здравствуйте, спасибо, что пришли. Скажите все-таки, хватит ли денег у страны, чтобы обеспечить вот такой рост минимальной заработной платы? Уряд 3-го листопада передав на розгляд до Верховной Ради Украины допрацьованный проект бюджету на наступный рік. И мы можем обещать, что проект есть сбалансованный. Необходимое все финансовое обеспечение для того, чтобы установить с 1 сечня наступного року заработную плату, минимальную заработную плату на уровне 3200, а также обеспечить подвищение заработной платы работникам бюджетной сферы, вчителям, лекарям, а ориентированно в среднем на 50%. То есть вы верите в то, что это будет свершившийся факт? Так, так. Скажите, вопрос уже четко к вам, по вашему профилю, что ждет получателей субсидий? Не получится ли так, что повышение размера минимальной зарплаты лишит многих людей права на получение этих выплат? Все житловые субсидии, которые уже призначены, або будут призначены протягом этого опаливального периода 2016-2017 года, их размер остается без изменений, поскольку врахованы доходы нынешнего года, попереднего даже года. Поэтому размер субсидий не изменится, и заработную плату додатковую люди получают... Цены. Как они могут отреагировать на повышение минимальной зарплаты? Анализировали ли это в Кабинете министров? Многие эксперты начинают пугать инфляцией, которая придет и съесть все это повышение. Мы очень ретельно подошли к этому вопросу, вивчали все риски, которые могут существовать, но мы видим, что сегодня совмещение минимальной заработной платы до средней заработной платы очень низкое. оно становится, даже не достигает 30%, поэтому говорить про инфляцию не доводится. Это неправильно, и вплива до того прогнозованного уровня не будет. Это довольно оптимистичный прогноз. Посмотрим, как это будет. С остальными выплатами как быть? Не случится ли так, что придется повышать и другие зарплаты в госсекторе, которые основываются на размере минимальной зарплаты? Исчисляются определенным количеством минимальных зарплат? Я хочу зазначити, что ця цифра 1200 и повышение заработной платы працаникам бюджетной сферы на 50% стае возможным лишь после проведения реформы. Тея реформа, которую уряд ретельно працювал протягом полтора своей деятельности. Поэтому с проектом бюджета на следующий год был подан пакет законопроектов. Одним из законов есть изменения в законодательных актах. И в вопросе заработной платы мы вносим изменения в низкие. Это десятки законов, которые отвергают минимальную зарплату. И забороняется использование минимальной зарплаты. В качестве расчетного коэффициента. Понятно. Что с минимальной пенсией? Ольга, пенсионеры, в общем-то, обижены остались после этого повышения минимальной зарплаты, согласитесь. Когда и к ним на улицу придет праздник, и вас даже депутаты уже так пугали, что они не проголосуют за проект бюджета, если там не будет повышена пенсия? Насправді, наш наступный крок – это пенсийная реформа. Но я хочу напомнить, что минимальная пенсия подвышается с грудня этого года на 10%. И протягом наступного года также на 10% – это достаточно суттєвый крок. Это выше, чем уровень инфляции. Таким образом, наши пенсионеры чувствуют это реально на своем гаманке, потому что это выше, чем уровень цен. Но пока повышение в разы, как было с минимальной зарплатой, им ждать не стоит. Тут дещо инше питание. Потому что минимальная заработная плата – это все-таки державная гарантия. А минимальная пенсия – это выплата. И она должна быть в контексте всей пенсионной реформы. Там есть намного сложнее, системнее питание, которое мы будем работать вместе с Верховной Радой. И поэтому на сегодня в бюджете есть такие поражи. И еще вопрос, который боятся уже будущие пенсионеры, решение которого ждут. Премьер недавно пообещал в эфире одного из телеканалов о том, что пенсионный возраст в стране повышаться не будет. Вы можете это гарантировать, что это точно так и будет? И, например, давление МВФ не может изменить этот вопрос в худшую сторону. Пенсионный возраст в стране не разрядаются. Поясню, почему. Потому что у нас есть набагато больше резервов в залучении додатковых денег. Они лежат в площадке того, что много людей працездатного возраста не охоплены социальным страхованием. Они сегодня не сплачут внески или сплачут их добровольно. Кроме того, необходимо переглянуть вопросы возможной пенсии. Но точно не пенсионный возраст. То есть вопрос об этом пока точно не стоит. Спасибо вам за эти ответы. Я, наверное, буду с вами уже прощаться. Шановный ведущий, дозвольте, сегодня наша социальная сфера отмечает профессиональное свято. Дозвольте, будь ласка, приветствовать работников социальной сферы. Это близко 200 тысяч людей, работников соцзахиста, службы в правах детей, социальных служб, центров занятости, фондов социального страхования, пенсионного фонда. И дозвольте приветствовать, подякувать за работу и заповнить в нашей поддержке. И подяку за то, что вы помогаете людям. Ольга, я не просто позволяю вам это сделать. Я хочу присоединиться к вашим поздравлениям. Эти люди делают благое дело и очень часто делают это, к сожалению, даже не за большие деньги, а просто, наверное, из любви к людям. С праздником вас, дорогие друзья. Ну, с вами я прощаюсь. Ольга Кринтовская, первый замминистра социальной политики, была нашей гостьей. А мы с вами продолжим. Сообщения о повышении минимальной зарплаты и недавнее обещание подумать и о пенсионерах, то ли нарочно, то ли случайно, совпали с началом нового тарифного сезона. С этого месяца. Ведь уже мы с вами будем платить за услуги ЖКХ по-новому. Возможно, такие повышения немного снизят уровень недовольства в обществе. А уровень этот высок. Протесты с незавидной регулярностью вспыхивают в разных регионах. Перечень причин выступлений очень широк. На улице выходят врачи, студенты, педагоги, шахтеры. Перечислять могу еще долго. Насколько поднялся градус протеста? Алла Матюшок расскажет. Учителя, врачи, ученые, шахтеры, чернобыльцы, пенсионеры и обманутые вкладчики. На этой неделе не было ни дня без протестов. Люди недовольны зарплатами, тарифами, реформами. Многие за чертой бедности масло в огонь подливают декларации чиновников. Миллионы на счетах и под матрацами, элитные недвижимости, даже предметы гардероба ценой в годовой доход семьи. Распросим на пиф-ставки. С 3 тысячи чистыми. Олег Дмитриев всю жизнь посвятил науке. Ученый-физик изобрел несколько способов получения альтернативной энергии, причем дешевых. Это углеродная нитка, и она проводит электричество. Идея очень проста, значит, научиться делать солнечные элементы, которые были бы частью гибкой ткани. Вот повесив занавеску на окно, мы будем аккумулировать солнечную энергию, вырабатывать электричество и потреблять это электричество. Но чтобы перейти от идеи к ее реализации, нужны деньги. А их нет. Причем нет не только на исследования, эксперименты и производство новых образцов. Даже на отопление в Академии наук не хватает. Это вы повесили сами? Да, да. Как оно работает? Отражает тепло, которое вот есть в комнате. А на окне висит полиэтиленовая пленка, которая работает по принципу теплицы. Это ужас. Это ужас. А в этом году мы вообще работаем по трехдневке. И что будет вот в декабре, неизвестно. Вот 16-й год, 1 миллиард 419 миллионов гривен, а 17-й год 0,48 миллионов гривен. Это первое чтение было бюджета. Нищета и никаких перспектив. В этом положении и шахтеры. Зарплаты горнякам вовремя не платят. Львовским задолжали уже более 40 миллионов, а на Донбассе выдают по 200 гривен в неделю. У нас очень богатейшие запасы. У нас лава, которую мы начали подготавливать, на полтора миллиона тонн запаса. Ну вот сейчас стоим. Это крик души. Доходит даже до того, что шахтеры теряют сознание от физического истощения. Мы делимся последним, понимаете? Есть у Дарута какую-то помощь. Мы делим этот кусок хлеба. Не лучше ситуация и у медиков. Им тоже приходится выживать на свои мизерные зарплаты. За желтый месяц мне нараховано 2700 гривен. Это с надбавками за хирургическую активность. Старший по выслугею, роков в поликлинике. Вот в МИСКИЙ я працюю на півставке. Отримаю десь в районе 980 гривен. Ці гроши звучат як жарт. А хочеться развиваться. Хороший врач, говорит Сергей, должен быть в курсе всех новинок. Участвовать в конференциях, учиться на курсах. Но ему об этом думать не то, что некогда. Просто все мысли о том, где заработать еще хотя бы несколько тысяч гривен, чтобы прокормить семью. Многие его коллеги, молодые врачи, уехали за границу. Венгрия, Словакия, Чехия. Открыты для украинских медиков. Да и платят там в разы больше. На этой неделе у стен парламента были врачи из Славутича. Говорят, их больницу финансируют всего на 35%. В Тернопольской области выступали против закрытия хирургического и родильного отделений. В Ивано-Франковской неспокойно из-за планов по сокращению больниц. Во Львове вообще назревает местный медицинский майдан из-за врачебных ошибок. Активисты говорят, если ситуация не изменится, громкие октябрьские протесты покажутся разминкой по сравнению с теми, какие еще возможны в городе. Да и единственный перинатальный центр в столице Западной Украины закрыли. Якобы на ремонт. Про немовлят, про новонародженных забыли. Про женок забыли. Нас закрыли. В соцсетях уже появились сообщения о новых платежках. Цифры самые высокие за всю историю Украины. Счета на сотни, а то и тысячи гривен. А субсидию, как и зарплату, получают далеко не все. И вопрос теперь в том, не спровоцируют ли это еще и платежные протесты. Стихийный протест и даже протест, организованный профсоюзами, это только начало. Когда подключается политический сит, когда подключаются заинтересованные люди, имеющие ресурсы. Есть всегда опасения в том, что массовые акции протеста могут привести к окончательной дезорганизации общества. Семья, дети. Ну что, за квартиру нести или дитю отдать поесть? Социологи говорят, протестный потенциал в Украине очень высок. Политики в ответ пугают. Мол, действительно, масштабные выражения недовольства могут стать угрозой государственности. Но а что делать людям? Тем, кто уже разочаровался в политиках, но еще верит в силу протестов. Алла Матюшок, Ирина Баглай, Марьяна Бурякова и Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну а те, кто уже и в протестах разочаровался, находят для себя и своей семьи другое решение. Выезд из страны. Только в прошлом году Евросоюз выдал украинцам полмиллиона разрешений на временное проживание. И это пятая часть подобных решений в Европе. Статистика показывает, что у большинства из этих полумиллиона человек основанием для получения таких документов стало трудоустройство. Ну а чего ждать остальным украинцам от ЕС? Этой осенью обещали решение по безвизовому режиму и ясность с ассоциацией между Украиной и Евросоюзом. Но пока до исполнения обещаний далеко. Возможно ли это все за два месяца до конца года? Давайте спросим у Татьяны Лагуновой. Она в Берлине. Татьяна, приветствую тебя. Есть Татьяна связь. Тань, скажи, как считаешь, стоит ли ожидать от Европы, как это принято вот у нас в политике, последнего рывка к Новому году? И ясности по тем решениям, которые Украина ждет так долго от Евросоюза. Ну в ноябре вряд ли, а вот декабрь и вправду обещают быть богатым на политические события. Хотя обычно в Европе последний месяц года довольно тихий. Все готовятся к Рождеству, к каникулам и не принимают важных решений. Но этот год, похоже, станет исключением. Во-первых, станет понятна судьба соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Власти Нидерландов пообещали к декабрю определиться, какое предложение они вынесут на рассмотрение парламента. Ратифицировать этот договор, либо отклонить. Решение от премьера ждали в начале ноября, но он попросил еще немного времени. Марк Рютте пытается угодить и вашим, и нашим не обидеть Брюссель и собственных граждан, которые на консультативном референдуме проголосовали против ассоциации с Украиной. В планах премьера по данным СМИ несколько новых пунктов. Например, что соглашение это не шаг к членству Украины в ЕС, и что украинцы не получат доступ к рабочему рынку Евросоюза. Марк Рютте надеется таким образом успокоить евроскептиков. В Нидерландах весной следующего года парламентские выборы, и этот вопрос для премьера очень актуален. Также в декабре станет известно, когда украинцы смогут ездить без виз в Европу. Планировалось, что это решение Киев получит уже 24 ноября на саммите Украина-ЕС, но сначала его еще должен одобрить Европарламент. А в повестке на ноябрь, как оказалось, без виза для Украины пока нет. Все это еще может измениться, по крайней мере именно это обещают украинские политики, что повестку могут дополнить буквально в последний момент и таки проголосовать за предоставление безвизового режима Украине. Но могут и отложить, например, до декабря. И еще один момент, о котором нужно помнить, в декабре должна появиться дорожная карта по выполнению минских соглашений. О ее создании договорились лидеры нормандской четверки еще несколько недель назад и поручили дипломатам разработать этот документ до конца ноября. То есть прописать поочередность пунктов минского пакета с точными датами их выполнения. То есть событий в декабре действительно будет много, и не исключено, что все они будут связаны между собой. Студия. Мы будем надеяться на позитивное решение по всем этим вопросам. Спасибо, Таня, за работу. Это была Татьяна Лагунова на прямой связи с подробностями недели. И еще одно, с чем точно будут связаны многие решения по Украине, это результат президентских выборов в США. Америка один из ключевых союзников нашей страны, поэтому смена администрации там не может не сказаться на отношениях с Украиной. И хотя до дня выборов чуть больше суток, результат голосования до сих пор предугадать просто невозможно. Казалось бы, в семи из девяти национальных опросов Хиллари лидирует. Лишь один показывает преимущество Трампа, а еще один свидетельствует, что голоса могут разделиться практически поровну. Но правила этих выборов в Америке настолько запутанные, что даже собрать большинство голосов избирателей еще не значит получить победу. Дмитрий Анопченко продолжит. Они так долго преследовали друг друга. И теперь под финал кампании Трамп дышит Хиллари в спину. По вопросам социологов, разрыв между кандидатами зачастую меньше, чем статистическая ошибка самих исследований. А это значит, что ни республиканцы, ни демократы не уверены, смогут ли победить уже послезавтра. Или праздновать будут противники. У Хиллари уже и это огромное здание к ночи выборов готовят. Здесь будет штаб демократов. Миссис Клинтон разучивает первую речь в качестве президента. И даже салют над Гудзоном заказала. Ну и у Трампа приготовление с не меньшим размахом. А гостям уже пришли приглашения с пометкой «На вечеринку по случаю победы». И вовсе не для того, чтобы убедить сторонников, что у них все в порядке. Просто и сами не знают, кому в эту ночь придется утирать слезы. И пока в Соединенных Штатах, да и во всем мире увлеченно обсуждают рейтинги, многие, похоже, забыли, что да, цифры, конечно, важны. Но Америка именно та страна, где можно набрать наибольшее количество голосов избирателей, но президентом не стать. И все сейчас решается вовсе не здесь, в Вашингтоне, а в так называемых «суинг-стейтс» – колеблющихся штатах. Флорида, Огайо, Пенсильвения, сырный штат Висконсин и живописный Нью-Гемпшир, кукурузная Йова и штат Великих Озер Мичиган, Невада и Колорадо – в отличие от соседей, которые всегда четко знали, за кого они. Тут никогда не могли определиться. Непонятно, на чью сторону склоняться и сейчас. Есть ведь две Америки. Одна, пока ты в Вашингтоне, но стоит только час проехать на юг, и вы увидите совсем другую страну. И настроения там другие. Вот Пенсильвения, стальной штат. Сегодня это территория заброшенных угольных предприятий и пустых заводов. Их закрыли в 90-е, как этот, один из крупнейших в стране. И бывшие рабочие теперь стараются даже не заходить в заброшенный квартал. Это был худший день моей жизни, когда завод закрыли. Фрэнк, бывший столевар, не скрывает слез, когда говорит об этом. И признается, когда Дональд Трамп пообещал восстановить промышленность штата, уже на следующий день на улицы вышли люди с призывами голосовать за республиканца. Но политика разорвала Пенсильванию надвое. Пригороды за Трампа, а столица, население которой практически темнокожие, за Хиллари. И она тут ненамного, но лидирует. Вот солнечный штат Флорида. Именно тут, в 2000-м, решили судьбу голосования. И президентом тогда стал Джош Буш. Сейчас настроения не постоянны, как океанский бриз. Штат традиционно склонялся к республиканцам. Примерно месяц назад по всем соцопросам начала набирать популярность Хиллари. А теперь снова, довольно неожиданно, лидирует Трамп. У местных жителей свое объяснение. Так тут избиратели не хотели признаваться, что будут голосовать за Трампа, когда их спрашивали. А на участке, когда придут, так спокойно себе проголосуют за Дональда. Зуб даю. А это Калифорния, где героем дня ненадолго стал мужчина, разбивший звезду Трампа на Голливудском бульваре. Предвыборные страсти тут кипят. Золотой штат сейчас за Клинтон. Люди тут достаточно консервативны, но голосов латиноамериканцев и мигрантов, которые только-только перебрались сюда, хватило, чтобы изменить всю картину. Латинос за Хиллари! Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть, за то, что вы нас всех защищаете. Их раньше на Аркане на участке было не затянуть, а теперь приходят досрочно целыми семьями. И все, чтобы не допустить победы человека, который пообещал выслать их из страны. Только в одной Флориде 200 тысяч латиносов уже досрочно проголосовали. Разумеется, за Клинтон. Явка до сих пор большой вопрос для нас. Она пока что низкая там, где люди за Трампа. И если она подрастет там, где люди за Хиллари, это будет ее год. Но на самом деле задача у кандидатов еще сложнее. Не просто победить соперника, не просто покорить колеблющиеся Штаты. Но еще и набрать 270 голосов так называемых выборщиков. Не случится этого, Америка будет тянута в историю похлеще, чем нынешнее противостояние Трампа и Хиллари. Кандидаты и так наступают друг другу на пятки. И если голосов выборщиков у них будет поровну, тогда первых лиц страны станут выбирать уже не простые американцы, а конгрессмены. Потому что может статься ситуация, когда ни один, ни другой кандидат не наберет 270. И тогда решение будет приниматься в палатах Конгресса. Стосовно президента, соответственно, палата представников, стосовно вице-президента Сената. Поэтому ситуация может развиваться абсолютно непредвиденно. Я бы не оценивал сегодня точно шансы того или иного кандидата. Очень наброшено, дорогой. При таком сценарии вполне может оказаться, что главное кресло страны займет, к примеру, Трамп. А пост вице-президента, напарник Хиллари, Тим Кейн или наоборот. И как такой паре работать дальше, предсказать невозможно. Случится ли так? В штабах кандидатов пока предпочитают и не думать. Им бы ночь простоять, да завтрашний день продержаться. Ведь во вторник уже выборы. Популярный в Соединенных Штатах журнал «Тайм» вышел сегодня с портретом обоих кандидатов на обложке. И плакатом у них в руках «The end is near», «Конец близок». Мол, еще чуть-чуть, и страна наконец-то вздохнет с облегчением. Вот только похоже, что главный редактор, утверждая эту обложку, все-таки немножко поторопился. Компания развивается непредсказуемо. И очень может быть, что это еще не финал. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». И на этом все. Это были подробности недели. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok